Ни свет ни заря, машины полиции уже на улицах Ярославля. Патрули выставляются у школ Дворцов культуры. Редкие кадры. Блиц-планерка перед долгим трудовым днём. К автомобилю ДПС подъезжает штатская машина с антенной на крыше. Из-за руля выходит старший по званию коллега. Что-то долго объясняет автоинспектору. И ещё одна оперативная планерка. У 74-й школы ждут небезызвестного избирателя. Между силовиками короткий разговор. В самой школе, словно погранзастава, полицейский пост. Впрочем, работа правоохранителей началась задолго до 9 сентября. Все избирательные участки были обследованы с применением технических средств и служебных собак. И взяты под круглосуточную охрану. Безопасность дорожного движения на участках, прилегающих к объектам проведения выборов, обеспечивают сотрудники госавтоинспекции. В регионе для обеспечения охраны общественного порядка задействовано более 2300 сотрудников органов внутренних дел. Свою службу у избирательных участков несут и дружинники. Если возникает проблема с паспортом, ее можно решить прямо в день выборов. Миграционная служба работает до 8 вечера. Для безопасности при входе на участки поставлены металлоискатели. Но гораздо эффективнее любого прибора свою службу несет проверенная временем сотрудница гардероба. Будьте любезны, откройте, пожалуйста, вашу штуку, предназначите ваши принадлежности. Так. Вот у нас тут микрофон. А двойного дна нету? Нет, двойного дна нет. Точно нету? Точно. Для сотрудников школ выборы стали делом привычным. С последних президентских прошло всего полгода. Ни одного происшествия, народный кордон 74-й школы еще не допустил. И такая картина наблюдается на каждом избирательном участке. Юрий Кораблев, Евгений Бушуев. День в событиях.